Добрый день! Компания Кодерлайн. Сегодняшний ролик посвящен многоборотной таре, а именно тем отчетам, которые позволяют контролировать обороты и сроки возврата тары. Для того, чтобы открыть эти отчеты, перейдем в раздел «Закупки». Отчеты по закупкам под разделом «Ногоборотная тарь». Первый отчет, который мы рассмотрим, это ведомость по принятой возвратной таре. Отчет формируется за определенный период. В предыдущем ролике мы оформили два поступления. За кадром я сделаю еще одно поступление. Для того, чтобы рассмотреть отчет на основе данных, которые были заведены, сделаю отбор по поставщикам. Я оформляла поступление тары по двум поставщикам. Это «Ассоль» и «Осзнак». Сделали отбор. Формируем отчет. Следует сказать, что также можно сделать отбор по номенклатуре. Что мы видим в данном отчете? Отчет показывает нам, по какому поставщику, какая номенклатура и по какому документу приобретения делала какие-то обороты в выбранном периоде. Первая группа колонок – это на начало периода. Мы видим, что по контрагенту «Ассоль» у нас не было начальных остатков, а по контрагенту «Знак» на начало периода было 7 ящиков с залоговой стоимостью 3500 рублей. Следующая группа колонок – это обороты за период. Первое – это «Принято». То есть то количество тары, которое мы приняли за период – это по двум документам приобретения. Видим, что по одному документу приобретения залогова стоимость была указана, а по другому – «Нет». Следующая группа колонок – это «Возвращено». То есть тот документ 스트�арный поставщику, который мы оформляли. И еще одна группа колонок – это «Количество». Это «Выкуплено». То есть те документы выкупа, которые мы оформляли. И наконец последняя группа колонок это на конец периода остатки. Мы видим, что по поставщику остатков на конец периода нет. Вся тара возвращена, а по контрагенту госзнак есть. На конец периода мы должны поставщику 7 ящиков залоговой стоимостью 3500 рублей. Если у предприятия стоит задача проконтролировать обороты либо остатки тары не в разрезе поставщиков, а наоборот в разрезе номенклатуры, мы можем изменить структуру отчета. Перейдя в настройки структуру, указать, что мы хотим анализировать номенклатуру, следующим уровнем будет поставщик, а потом уже документ поступления. Формируем отчет. Таким образом мы видим, что предприятие на текущий момент имеет задолженность перед поставщиками 7 ящиков залоговой стоимости 3500 рублей. При этом контрагенту АСОЛЬ мы должны ничего. Вся задолженность это задолженность перед контрагентом госзнак. Данный отчет мы рассмотрели. Давайте перейдем к следующему отчету. Это отчет принятый возврат на тару. Данный отчет предлагает отбор по сроку возврата. Это может быть как любая дата, так и выбранная из предложенного перечня. Также предлагается отбор по поставщику. Если мы укажем поставщика АСОЛЬ, то отчет будет пустой, поскольку данному поставщику мы ничего не должны. Если мы сделаем отбор по контрагенту госзнак, мы увидим, что данному контрагенту мы должны 7 ящиков залоговой стоимостью 3500 рублей. То же, что мы и видели в прошлом отчете. Но здесь еще добавляется такая информация, как срок возврата. Мы видим, что срок возврата был 4 июня, поскольку этот срок уже истек, он обоцвечивается красным. Таким образом, сегодня мы рассмотрели основные отчеты, позволяющие контролировать обороты и сроки возврата тару. Спасибо за внимание.